Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, как избавиться от зависимости к человеку? Нематериально, а так просто тянет к человеку. Вроде нарешаешь только для него, по-другому неинтересно. И что-то делаешь тоже с мыслью о нём, и хочешь только его. И хобби есть, и работа есть, и всё, что желаю, тоже есть. Но радости нет. Искренняя радость и улыбка взывает только при виде этого человека и при разговоре с ним. Вместе быть никак невозможно. Летят шесть, страдая зависимостью, что делать, когда проходит такое состояние. Всего могу добиться, но неинтересно ничего абсолютного. Даже если что-то принесёт радость, через время проходит, и опять же все мысли о нём. Лера, а именно так зовут автора данного вопроса. Мне хочется вам сказать следующее, что это вопрос психотерапии, вот. Это запрос на работу в контексте вашей жизни, потому что вы сами пишите, что вам ваша жизнь сейчас неинтересна. Вы сами сейчас пишите о том, что вам ничего не приносит радость, вот. И, собственно, это является основной трудностью, вот. Собственно, это является основной проблемой, вот. Потому что если вы не чувствуете никакой радости в жизни, да, если вы не ощущаете, ну, никакого удовольствия от, как бы, своей жизни, вот. Если вы не ощущаете наслаждение от жизни своей, то, вот, собственно, вам и ответ на вопрос. То есть вы в эту зависимость, по большому счёту уходите, по большому счёту вы сбегаете, как бы, вот, ну, в зависимость вы сбегаете. Вот, вы сбегаете именно от, вот этого вот тотального неинтереса, ну, тотального отсутствия интереса, как бы, к жизни своей, своей. Вот, и идея, по крайней мере, моя, заключается вот именно в том, что вам нужно поработать со своей жизнью для того, чтобы найти в ней интерес, вот, чтобы найти интерес к своей жизни, который сейчас вас отсутствует, к, ну, вот, к сожалению. И мне кажется, что если вы действительно хотите от зависимости избавиться, вот, то нужно искать, искать способы сделать свою жизнь интересную. Научиться, собственно говоря, ей, то есть, вот, вашей жизнью интересоваться. И сделать это можно, да, сделать это можно только на психотерапии. По-другому этого не сделать никак, вот, потому что, если бы вы могли, там, сами, то вам не нужна была бы помощь, и вы не обращались бы к нам, вот, а так вот, ну, как бы, получается, что он... Сами вы не справляетесь. Так получается. Поэтому я бы здесь вот обратил, обращал бы внимание на вот эти аспекты. В первую очередь. И смотрел, как так вышло, что... Вроде бы, вроде бы, всего добиться вы можете, вроде бы все, что вы хотите, вы можете получить, а все равно вам не интересно ничего. Вот. Вполне возможно, что ситуация, которую вы описываете, связана с тем, что у вас борется несколько концепций своих. То есть, есть, вот, какая-то концепция, которую вы пытаетесь реализовать, но... Которая вообще вам не подходит, вот, слово совсем. Вот. И вот вы пытаетесь... Себя под эту концепцию... Подогнать... Подогнать... Вот. Вот. Но, естественно... Не получается. И... Как мне кажется... Совершенно это нормально, что не получается. Вот. Потому что вы, ну, больше, чем любое ваше представление о себе. Вот. Таким образом... Таким образом... Что можно и нужно делать? Вот. В первую очередь, смотреть, что вам дает... Зависимость. Да. Дает она вам ощущение... Суть по всему жизни. Вот. И дальше уже... Размышать... Дальше уже смотреть... Что вы хотите с этим делать. Вот. Я бы... Пожалуй... Наверное... Вот... Каким-то... Таким образом... Вы вам... Ответил. Процесс выхода из зависимости... К сожалению, не... Быстрый. То есть... Как бы это... Процесс... Эээ... Достаточно... Деликатный. Потому что... Вы привыкли... Так... Жить... Вам... Скорее всего... Комфортно. Так жить. Вы что-то получаете. Например... Например... Вы... Вы... Вполне можете... Эээ... Серьезных отношений. Бояться. Вот. Потому что... Не случайно... Человек... Выбирает... Эээ... Такие... Отношения... Эээ... Которые... Эээ... Эээ... Вот... Невозможны. То есть... Не случайно... Человек выбирает... Эээ... Эээ... Ну... Такого партнера... Которых... Которые... Ну... Невозможны выстроить. Эээ... Контакт. Вот. Как правило, это... Возникает тогда, когда... Человек... Эээ... Боится. Боится... Близости. Боится близких отношений. Как правило. Я не говорю, что... Это всегда, но вот... Как... Как правило. Вот. Если... Вам... А... Ну... Эээ... Улыбается, скажем так... Жизнь... Кхм... Только... Когда... Вы... С этим человеком... Вот. То... Себя его очень сильно обесценивают. Ну... Это... Может быть... Вследствием разных абсолютных моментов. Вследствием разных абсолютных историй. Вот. Не всегда... И не обязательно... Эээ... Это прямо... Связано... Со страхом близких отношений. Но... Эээ... Всегда связано с неким обесцением себя. Вот. С другой стороны... Эээ... Может быть история, при которой... Эээ... Например... Эээ... Может быть история... Эээ... При... Которой... Эээ... Вы... Эээ... В принципе... Эээ... Эээ... Ши... Эээ... Ши... Эээ... Шипяете... Можете шипать... Эээ... Что... Единственная ваша... Эээ... 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 Ээээ... Ну вот, кому-то принадлежит. Хотя, повторюсь, здесь ситуация может быть не однозначно. Давайте более подробно рассмотрим ваш вопрос, значит, просто тянет к человеку, да, ну вот тут вот было бы неплохо увидеть, как именно вас тянет, то есть, когда вы говорите, что меня тянет, вот было бы неплохо очень увидеть. Увидеть, что вы имеете ввиду, говоря про то, что у вас тянет. Потому что тяга – это определённое желание, вот, и вам нужно увидеть, что это за желание. Очень важно увидеть это, очень важно увидеть, что это за желание. Да? Вот. Потому что если этого не сделать, то вот могут быть, к сожалению, определённые трудности, конечно. Понимаете, да? Дальше. Наряжайся для него, а по-другому не интересно. Опять же. Вот когда вы говорите, например, что наряжайся для него, а по-другому не интересно. Это про что? Вопрос. К вам. Это про что? Это про то, что у вас нет образа себя. Это про то, что вы, ну, вообще-то говоря, ну, может быть, не знаете, какая вы. Ну, вообще, вот вы сами какая. Я сама какая. Вот. Вполне возможно, что вы этого не знаете. Вполне возможно. Вот. Я не знал. Наверняка. Наверняка я не знал. Пока это вот, просто, ну, просто из области предположений. Моих. Вот. Так вот. Бывает, да? И всё. То есть это пока оно очень, очень, очень общее, я бы сказал. Информация очень общая пока это вам с моей стороны ответ. Вот. Потому что, может быть, может быть, вам это и не подходит. Вот. Дальше идём. Всё это делаешь в тот смысле о нём и хочешь только его. Ну, тут вот есть в психологии такой термин. Инпринт. Вот. Это переводится как запечатление. Инпринт переводится как запечатление. Запечатление возникает тогда, когда человек сталкивается с определённым внешним объектом. Вот. Либо, либо, значит, в определённом состоянии. Вот. Ну, может сталкиваться в определённом состоянии. А может, как бы получить, скажем так, как бы некоторое повторение, да, то есть, когда-то такие чувства, ну, похожие уже были, вот, когда-то похожие эмоции уже были, и этот человек вызывает эти самые эмоции. Вот. Такое тоже бывает. Поэтому тут нужно, на мой взгляд, ну, нужно смотреть всё-таки. Как-то вот более, ну, более детально, что ли, смотреть, что конкретно, например, вы имеете в виду, да, говоря, там, про то, что вот вас тянет вот к, допустим, человеку. Ну, вот, к этому человеку, которого вы называете. Дальше. Хобби есть, работа есть, всё, что желаю тоже есть, но радости нет. Это, вот, означает, что, как бы, не совсем то, что вы хотите у вас есть. Это означает, что вы, скорее всего, придумываете какие-то аспекты, вот. Это означает, что вы, скорее всего, придумываете себе определённую историю своей жизни, может быть, даже вы придумываете себе свои желания, вот, но при этом игнорируете свои собственные. И получается, в ситуациях, когда чисто внешне вроде бы у вас есть всё, как вы говорите сами, но по факту вы, вообще-то, говоря, недовольны. Вот. И... А то, что вам хочется, например, да, ну, то, что вам хотелось бы, что-то такое, знаете, едва уловимое, да, может быть, даже очень интимное, гораздо интимнее, чем, например, секс и так далее. Вот. Это, вот, это вы скрываете, зажимаете, потому что либо считаете, что это глупо, либо считаете, что это недостойно. Вот. Чтобы как-то, вот, поближе с этим познакомиться, я бы рекомендовал вам просто, вот, ну, просто спросить себя, да, вот, что, вот, вообще, по вашему мнению, да, является, грубо говоря, глупым? Ну, просто, вот, что глупым является? Вот. Что, да, что вы считаете глупым? Ну, вообще, вот. Что вызывает у вас такое, вот, прямое, скажем так, чувство, что это глупо, что это глупо, прям, вот, глупо-глупо-глупо-глупо. Я думаю, что, если в этом направлении вы будете смотреть, то довольно быстро увидите, что вызывает у вас такое вот ощущение, что это глупо, то есть сопротивление вытеснения. Вот. А по факту это подавленное желание. Здесь будет иметь место быть. Далее. Так. Искренне радость улыбка вызывается только при виде этого человека и при разговоре с ним, ну, не смотря, что, что в контакте происходит. Вместе быть никак не возможно лет пять-шестр на этой зависимости. Ну, соответственно, да, как бы, чего-то вам очень не хватает. Что делать? Психотерапия, Лера, психотерапия, когда проходит экстремент, может быть и все же, если я этим не заниматься. Всего могу добиться, но неинтересно абсолютно ничего. Тут надо посмотреть, нет ли у вас депрессии. Да, если что-то присобрало, через время проходит и опять все мысли о нем. Да, тут надо посмотреть, нет ли у вас какого-то вот, ну, типа такого вот состояния, как бы, депрессивного. Да, вот тут очень важно, очень важно на это обратить внимание, потому что, если у вас вот что-то такое есть, то это, конечно, будет влиять на вас и, ну, вам мешает. Бывают случаи, когда человек вот пребывает в таком депрессивном состоянии, или в состоянии депрессии, вот, а сам даже не знает о том, что он в этом состоянии, в этом состоянии, вот. Поэтому я бы вот обратил бы ваше внимание на данные аспекты, как мне кажется, это достаточно важный момент, чтобы обратить, ну, вот, как бы обратить внимание на это, на это. Ну, мне так, по крайней мере, это видится сейчас. Вот примерно такой ответ мог бы я вам дать сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, вам уже предстоит решать, что вы хотите с этим делать. И хотите ли вы вообще с этим вот что-то делать. Вполне возможно, что, если вы себя спросите, да, то вы менять-то ничего особо не хотите. Ну, если хотите, обращайтесь к психологам, вот. Любой, в принципе, ну, любой специалист, ну, с большим удовольствием вам поможет. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, чтобы позволить вам начать работу над собой, если вы в ней, конечно же, заинтересованы. Вот. Ну, а вам я желаю всего самого доброго. Я вот желаю вам успешно ситуацию свою разрешить и из зависимости выйти. Единственная правда, что бы я сказал, это то, чтобы вы не рассчитывали на какой-то быстрый результат, потому что выход из зависимости быстро не происходит. Вот. К, ну, вот, к сожалению, это не быстрый процесс. Вот. Вот это, пожалуй, всё, что я хотел вам сказать. Желаю вам удачи. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Всего доброго. Продолжение следует...